В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Безопасность превыше всего. В парке Мнезернова начался монтаж аттракционов. Соседский Wi-Fi. Канал 16 запускает новый проект. Тотальный диктант 2018. Подведены итоги всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты продолжают обсуждать изменения границ территории, на которых не допускается розничная продажа алкоголя. Напомним, из зоны запрета могут быть исключены организации дополнительного образования. С таким предложением к депутатам вышла администрация города. Сегодня в Сарове это 29 объектов, такие как музыкальные и художественные школы, школы искусств, станции юных натуралистов и техников и детские клубы центров внешкольной работы. Что касается образовательных учреждений и детских садов, депутаты предлагают установить минимальный порог 60 метров. Но это будет минимальная граница, ближе которой нельзя уже торговать алкоголем. Ее можно увеличить, но не более чем на 30%. Администрация будет проводить общественное обсуждение по повышению у ряда школ, где уменьшение границы может привести к негативным последствиям, чтобы их свести к нулю, по увеличению этой границы на 30%. Этот вопрос вызвал у народных избранников немало споров. Проект решения вынесли на сессию. К другим новостям. В апреле этого года вступил в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза. Он устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам, таким как колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, водные аттракционы и массе других развлекательных механизмов, при несублюдении правил безопасности на которых дети и взрослые могут получить травму. Техрегламент не распространяется на механизмы, которые начали работать до вступления в силу новых правил. Условия эксплуатации старых аттракционов будут определяться национальным законодательством. Новый техрегламент вступает в полную силу только с 1 октября 2018 года. До этого момента всем владельцам аттракционов, к которым, кстати, теперь причисляют и малые архитектурные формы во дворах и парках, дано время на переоборудование мест отдыха детей и взрослых. До открытия летнего сезона в парке Зернова, где сконцентрированы все аттракционы в Сарове, остались считанные дни. Парк уже прошел аттестацию всех аттракционов. Хочется отметить, что данная аттестация по аттракционам проходит ежегодно. Это обязательное требование, которое разрешает эксплуатировать механическую технику, которая оказывает услуги населению. И если с каруселями все понятно, они готовы принимать посетителей, то детскую площадку с песочницами, качелями и горками ждут большие изменения. Площадка с мафами на территории парка Зернова любима не только детьми, но и взрослыми. И уже в этом году вот вся эта территория будет приведена не только в соответствии с техническим регламентом, но и получит совершенно новый, неповторимый, уникальный вид. Старые мафы в течение летнего сезона будут демонтированы, а на их месте появится современный и комфортный комплекс. В местах, предусмотренных техникой безопасности, положат специальное покрытие. По словам специалистов Центра развития культуры и искусства, можно также ожидать, что появятся даже уличные музыкальные инструменты. За состоянием нынешних сооружений контроль и внимание такое же пристальное, как и за соседним аттракционом «Ветерок». Они проходят визуальную проверку, проверку техническую службами, инженерно-техническими внутренними службами Центра развития культуры и искусства. Заработает парк уже 29 апреля и, по словам специалистов, учреждение готово к приему гостей. Прокатиться можно будет на всех аттракционах, кроме водного. Погода пока не позволяет. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. 30 апреля завершается сбор гуманитарной помощи жителям Луганска. В первую очередь люди нуждаются в средствах ухода за больными и продуктах питания. Кроме того, на 13 мая запланирована поездка в детское отделение психоневрологического интерната поселка Потьмы. Пожертвования следует подписывать соответствующим образом – Потьма или Луганск – и проносить по адресу улицы Пушкина, 24А, в часы работы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент России Владимир Путин подпишет беспрецедентный указ об увеличении расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает деловое издание Bloomberg. Указ должен быть подписан 7 мая, в день инаугурации. Проект рассчитан на 6 лет и должен гарантировать решительный прорыв в улучшении качества жизни россиян, о котором Путин говорил во время послания Федеральному собранию 1 марта. В Музее ядерного оружия начался второй сезон интеллектуального турнира «Мудрая сова» среди команд ядерного центра. В первом отборочном этапе приняли участие 16 коллективов. Команды сыграли два тура по 10 вопросов в каждом. По итогам игры безоговорочную победу одержала команда из КБ-1, параграф 87. 12 и 13 мая в Сарове пройдет полуфинал и финал первенства Нижегородской области по баскетболу «Детско-юношеская баскетбольная лига». В турнире примут участие 8 команд юношей и девушек из Нижнего Новгорода Павлова и Дзержинска. Саров представят воспитанники отделения баскетбола спортивной школы «Икар». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юниор». Канал 16 продолжает радовать своих зрителей новыми проектами. И в преддверии майских праздников в Саровчан ждет очередная премьера. Ведущие и гости информационной и вместе с этим развлекательной программы «Соседский Wi-Fi» будут обсуждать самые актуальные события, происходящие в мире, в стране, ну и, конечно же, в нашем городе. Ай да, переделаю. Вот такая вот я вам. Ближайшие выходные, пойду в лесок, себе коры дубы-то наскребу. Ну-ка, двинули, это мои 8 квадратных метров. Новый проект канала 16 «Соседский Wi-Fi» создан для тех, кто устал от скучных новостных лент и готов взглянуть на самые обсуждаемые события в стране и в городе совершенно другими глазами. В непринужденной беседе ведущие и гости программы обсудят злободневные темы. Это программа «Реакция». Реакция на события, которые происходят в нашем городе и рядом с ним, то есть в области, в стране и, может быть, даже в мире. В своих обсуждениях мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы не говорим, что мы правы, а кто-то не прав. Это всего лишь мнение. Моё мнение, мнение Кирилла и мнение нашего гостя. В программе «Соседский Wi-Fi» есть место дискуссиям и разумным спорам, шуткам и острым комментариям. Гостями студии станут официальные лица нашего города, политические и общественные деятели, представители культуры и искусства, которые донесут до зрителя свою точку зрения простым и доступным языком. В этой программе можно услышать то, чего ты никогда не услышишь в обычных новостях. То есть это, по большому счёту, как новости, но только поданные под интересным соусом. Над созданием программы трудится творческий и слаженный тандем телевизионщиков, где на передовой по традиции ведущие, лаконичные умозаключения, логика и неоспоримые факты от главного редактора канала «16» Лидии Шулаевой и острые ремарки и искромётный юмор от весельчака Кирилла Васенина. Кто-то должен быть умным, а кто-то красивым. Вот в нашем тандеме Лидия Валентина у нас человек умный. Я, видимо, получаюсь красивый, потому что я мало чего понимаю, мне всегда что-то интересно узнать у неё, она мне что-то рассказывает, но при этом я не прочь всегда что-нибудь высмеять, пошутить, сделать какую-то ремарочку свою вставить. Авторы программы подготовили для зрителей множество сюрпризов. Интересные рубрики, опросы жителей города и многое другое. Гость первого выпуска – заместитель председателя городской думы Антон Ульянов. Темы – маршруты общественного транспорта, проблемы выбора и депутатские доходы. Подключайтесь к соседскому Wi-Fi. 30 апреля в 8 вечера. А уже в пятницу на нашем канале в Ютубе можно будет посмотреть пилотный выпуск программы, гостем которой стал депутат городской думы Пётр Смирнов. Школьники, педагоги, воспитатели детских садов, пенсионеры, сотрудники ядерного центра, журналисты и студенты. В пятый раз любители русского языка сели за парты, присоединившись ко всероссийской акции «Тотальный диктант». В Сарове, как и в тысячи городов России, писали фрагмент из нового романа Гузель Яхина «Дети мои», который выйдет в свет в мае этого года. О том, кто стал отличником «Тотального диктанта», расскажем в следующем репортаже. «Тотальный диктант» на «Отлично». С такой задачей в Сарове справились четыре человека – Татьяна Креницкая, Елена Мельцес, Юлия Молокова и участница под псевдонимом «Филологка в тумане», она же Дарья Лукьяненко. Такой псевдоним девушка выбрала не случайно. Это моё прошлое с филологической факультетом, а так как окончила я его довольно давно, оно уже затуманено немножко, поэтому вот так. Вообще, я думала сохранить интригу, но не получилось. Муж заставил меня прийти сюда и раскрыться. По признанию Дарья, текст был непростым, содержал большое количество орфограмм, знаков припинания и грамматических правил. В прошлом году девушке удалось написать диктант всего с одной ошибкой и получить для него оценку четыре. В этот раз исправила результат. Я очень благодарна организаторам, потому что не в каждом городе есть площадка, где можно прийти вот так вот проверить свои знания. Наш город принял участие в акции «Тотальный диктант» в пятый раз. Саровчанам предстояло написать фрагмент текста Гузели «Яхиной вечер». Желающих проверить свою грамотность в этом году оказалось ощутимо меньше. Если в прошлом году во вторую гимназию пришло больше 190 человек, то в этом лишь около 150. «Тотальный диктант» проводится, по-моему, с хорошей такой благой целью. Это популяризация родного языка, по возможности повышения интереса русских людей, русскоговорящих людей к русскому языку. И, наверное, все-таки немножко повышение грамотности, которая сейчас катастрофически падает. Победителям «Тотального диктанта» вручили сертификат на годовое обучение английскому языку. Медали участников и дипломы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Акробатика – зрелищный вид спорта. Сложные элементы в воздухе, различные комбинации, подскоки и прыжки. Чем интереснее и ярче программа, тем выше оценки жюри. В акробатическом зале спортивной школы «Кар» собрались воспитанники отделения прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. На традиционных городских соревнованиях подвели итоги учебного года и выявили лучших спортсменов, которые войдут в состав сборной города на крупных соревнованиях в новом сезоне. Тамара Давыдова в свои 14 лет уже кандидат в мастера спорта по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. За 7 лет спортивный путь пройден немалый, но первая тренировка навсегда осталась в памяти девушки. Я тогда очень волновалась и когда пришла в зал, увидела, чем занимаются другие дети, поняла, что я так не могу и испугалась, что у меня не получится. Все получилось. И на этих соревнованиях Тамара еще раз продемонстрировала готовность выступать не только на уровне города, но и брать более высокую планку. Ее коллега по спортивному цеху Ярослав Харитонов к выступлению на этих соревнованиях подошел серьезно. Чтобы отобраться на областные соревнования, необходимо показывать максимум. И даже травма не способна этому помешать. В тренировке вчера потянул ногу, но это мне не мешает выступать. Я думаю, я хорошо выступил. Уровень соревнований хоть и невысок, но, по мнению участников, позволяет оттачивать сложные элементы, поддерживать себя в спортивном тонусе. И, как подметили организаторы, городские соревнования – это отличный способ почувствовать волнение перед стартом и научиться с ним справляться. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Восточная мудрость гласит – мед – лекарство от ста болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Центре культуры и досуга в НИЕФ. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». С 27 по 30 апреля в Центре культуры и досуга в НИЕФ проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Удивительный хвойный мед, богатый йодом, полезен для щитовидной железы. Каштановый мед улучшает кровообращение. А еще мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки его в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, и ларингиты, ангины. Его очень и тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней. С 27 по 30 апреля вас ждут в Центре культуры и досуга в НИЭВ с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова